Это скример Фрэнки секретный, смотрите, мы нашли секретный скример Фрэнки, вау, серьезно, мы нашли крысу за текстурами, ооо, Фрэнки в позе Ти, вот это, конечно, мы должны были найти, ребята, вы посмотрите. Привет, сегодня у нас долгожданный взлом игры Фрэнки, мы ее полностью прошли, игра довольно оказалась короткая, но зато реально очень интересная, надеюсь, в игре выйдет продолжение, а мы посмотрим, что же можно взломать и какие секреты мы найдем за текстурами, скорее ставь лайк, если тебе нравится эта игра, это Кнофф Нафф Плей, а я Голден Фрэнки, сразу погнали взламывать. Ну а начнем мы, пожалуй, со взлома главного меню. Итак, в главном меню у нас есть бумажечка с секретным зашифрованным сообщением, тут написано вернусь скоро и какие-то непонятные символы, их, в принципе, можно заглядеть поближе, но, как их разгадать, я не знаю. Бумажка у нас двусторонняя, тут у нас, типа, какой-то шар непонятный, ну это все текстурки и какая-то платформа. Также можно рассмотреть вот этих чудиков, которые валяются, ну это, получается, другие люди в масках. Тут у нас, кстати, ну когда мы только начинали игру, появлялся сам Фрэнки, но когда мы игру прошли, поменялась менюшка и, соответственно, здесь уже Фрэнки нет. Ну, я думаю, мы найдем его в самой игре, поэтому без проблем посмотрим. Итак, вот они, бомжики, лежат, кстати, у них под маской есть глаза, человеческие глаза, если присмотреться, можно их увидеть. Ну, я не знаю, найдем ли мы какого-нибудь челика без маски, вряд ли, наверное, они все в масках. Ну и, в принципе, менюшка выглядит прикольно, но делать тут особо нечего, я думаю, мы зайдем сейчас в саму игру и там уже посмотрим, что мы сможем найти. Итак, поехали. Я не вижу смысла проходить игру с самого начала, да, чтобы все это показать, мы пройдем, ну точнее, загрузим игру и посмотрим, что же у нас есть за текстурками. Я думаю, мы много чего сможем найти без проблем, поэтому давайте посмотрим. Ребят, не забываем ставить лайки. Лайки это самое главное для того, чтобы канал не сдох. Вот вы же не хотите, чтобы мой канал сдох? Я надеюсь, что нет, поэтому любой уважающий себя фнафер и подписчик поставит лайк прямо сейчас, потому что все-таки, ну, взлом, я не знаю, делал ли кто-то взлом по фанке и еще. Я, скорее всего, не первый, кто это сделал, но все равно, все равно. Я взломал игру, как и обещал, надеюсь, что все-таки лайк вы хотя бы парочку отгрузите. Короче, в любом случае, всем огромный респект, ставить лайки, ребят. Итак, начнем мы с этой комнаты, пожалуй. Да, я полетел. Я полетел сразу же смотреть, что же тут у нас есть. Итак, чуваки в масках. Кстати, даже видно, что у него специальные... Короче, балаклава какая-то, да, это получается, на голове. И потом надета маска. Музычка, конечно, напряженно играет. Мне вот еще интересно. В той самой комнате, где мы брали ключ, было очень темно. Но сейчас у меня включен свет, поэтому посмотрим, что же мы там увидим. А мы там увидим зайца. Да-да-да, того самого, друзья. И вот он! Так, ну, это Фрэнки. То есть он захватил, получается, контроль над этими играми и теперь управляет ими именно он. Он, походу, любит в картишки играть, да? У него вот карта на голове. Вот это вот, что там за карта, кстати? Это с зайцем, с каким-то непонятным. Ну да ладно, Фрэнки мы нашли. Сможем ли мы прочитать это сообщение? Да без проблем. Здесь написано так. Апартаменты, короче, сделаны. Все меняется. То есть это какой-то документ на переделывание, соответственно, вот этих вот игр. Ну, я так понимаю, на встраивание пил и всего вот этого опасного. Оборудование. Типа раньше, наверное, игры были без... Опа! Я нашел его, смотрите. Он и здесь сидит. Короче, я так понимаю, этот черт постоянно за нами следил, да? А я даже... А как я мог его оттуда увидеть? Я вот не понимаю просто. Ну, это же очень высоко. Короче, это куда-то вездесущий кролик, я понял. Вот эти двери... Они активные или нет? О, тут целая комната есть. То есть как будто бы мы должны были еще здесь бегать, но разработчики, видимо, подумали, да и так игра... И так игра короткая, давайте еще короче сделаем. Да, как будто здесь какие-то комнаты должны быть. Что у нас на самом верху, давайте посмотрим. Ну, на самом верху у нас уже вход. Кстати, мы посмотрим сейчас арену для боссов. Ну, сделана ли она? И есть ли там сам босс? Вот это очень интересно. Я так понимаю, карта у нас прогружается в реальном времени. Это, ну, такая же система была, кто помнит, во ФНАФ 9. То есть у нас карта была вся прогружена, просто подгружались локации. То есть загрузок... Загрузок нет. Ну, бесшовная карта называется. Но прогрузки немножко выбешивали во ФНАФ 9, если честно. Какой-то плоский чувак немножко. Или это костюм его? Похоже на костюм. Офигеть. Офигеть. Как это все устроено, интересно, конечно. Пила не напихали. Ого-го. Так, у нас тут все зоны, все вот эти. Ну, получается, мы проваливаем сей босс. А, нет, еще вверх не поднялся. Лечу на максимальной скорости, к сожалению, быстрее не могу. Максимальная скорость для полетов в чите именно такая. Я настроил, как мог. Ладно, давайте посмотрим, сейчас спустимся к боссу. Обидно, что всего два, получается, монстра. Это телефон и заяц. Как бы, ну, как будто бы хотелось бы больше. Итак, прогрузки у нас арена с боссом вопрос. Да, она сразу же прогрузилась. Бесшовная карта, как я и говорил. Вопрос, есть ли тут сам босс? Этого я не знаю. Давайте посмотрим. Вау, это что такое? Ооо, это, смотри, там микро эти. Вот, сидит, смотрите-ка. Вот он, вот он. Офигеть. Он уже падает, кстати, вместе с этими игрушками. Ну, слушай, вот это вообще неожиданная. Неожиданная картина, такого я вообще не ожидал, ребятки. Посмотрите на это. У нас Фрэнки, получается, вместе с этими игрушками уже летит в пропасть. То есть, это анимация полета в пропасть и выглядит довольно, довольно непонятно как-то. Кстати, у него на голове две карты вместо одной и с буквами F. Типа, пресс F. Интересно. Ну, прикольно, смотрите, да? То есть, это финальная... Ооо, и главный герой здесь тоже, смотрите-ка. И главный герой тоже. Тут очень много всяких приколек за текстурами. Вот это что, например, такое? И здесь игрушки летят. Офигеть. Это что? Там что-то написано. Сейчас мы долетим, посмотрим. Очень интересно. Походу, это какая-то секретная зона. Итак, всегда загружены объектки. Точнее, объекты, ну ладно. Смотрите, у нас всегда загружен мистер-телефон. Нафиг бы он был нужен, он всегда загружен. Я не знаю. Типа, мистер-телефон же вообще появлялся пару раз всего в игру. Короче, руки-ноги. А это что такое? Это рука-ноги? Как будто одновременные руки и ноги. Это что такое? Всегда загружена коробка с Фрэнки, кстати. Он, на самом деле, вылезает из этой коробки. У меня ни разу не было момента, когда я падал на красную зону. И он начинает вылезать из этой коробки. То есть, как бокси-бу. Получается, Фрэнки, ну, точнее, да. Фрэнки это копия бокси-бу. У нас всегда загружена утка. На утке, кстати, да, что-то написано. Ну, хрен разберешь, я вижу только утку. Утка у нас в сонном режиме, короче. У него там что-то USB-порты какие-то есть, да, смотри. Да, 4 USB-шника, нифига себе. Утка модная, навороченная. Там USB 3.0 торчит. Ну и, собственно, главный герой у нас постоянно загружен. Жалко, что маску с него снять нельзя. Но, в принципе, там только глаза и больше ничего особо это и нет. Ладно, ладно, возвращаемся к нашему Фрэнки. Довольно интересно всё получается, да. То есть он летит вместе с... Кстати, заметили, что карта не прогружается? Она прогружается только в тот момент, когда я подлетаю близко. И тут у нас тоже, кстати, есть Фрэнки. Почему-то я его до этого не видел. А сейчас он появился. Вот сейчас его нет. А сейчас он вот. А вот и он, смотрите. Ахахах. Кому-то он хочет съесть тебя. Да посмотри. Ты вот сейчас лайк не поставишь, он тебе прыгнет на лицо, я тебе говорю. И съест его. Поэтому лучше поставь лайк. Ну, опасный, опасный этот чёрт. Посмотри. Я в этом месте поставил лайк. Угу. Не рисковай. Лучше не рисковать, чувак. А, смотрите. Ну, прикольно выглядит. То есть он с одной стороны вроде бы есть эти игрушки, а с другой стороны их и нет. Ладно. Хорошо. То есть Фрэнки тоже все подгружены. Опа! Это скример Фрэнки секретный! Смотрите! Мы нашли секретный скример Фрэнки! Вау! Блин, ну жалко, знаешь, ты чё? Что главного героя здесь нет в этот момент. Но выглядит очень эпично. Офигеть. Офигеть. Ну, конечно, на паузу поставить. Спокойно. Вот в этот момент. И пауза. Ну, это жёстко, ребят. Это жёстко. Ну, это реально. У нас секретный скример Фрэнки получается. Тут как бы не это... Не убавить, не прибавить, как говорится. Ладно. Чё у нас ещё есть интересного за текстурами? У нас, получается, вся локация прогружена. Можем выглядеть абсолютно где угодно. Где же мы можем... Ну, до аквапарка, я думаю, можно добраться. Ещё куда-то можно добраться. Опять же, непонятно, где какая локация. Потому что я же, ну, не помню всю игру. Я помню приблизительно. Ну, вот смотрите. У нас фигурки, кстати, видно сквозь стены, которые нужно собирать. Их, сказали, много есть, на самом деле, этих фигурок. Но вот как я должен был собрать вот эту? В момент погони от, получается, телефона, я знаю эту комнату, я должен был собрать эту фигурку. Ну, офигеть, прикол. Ну, офигеть, прикол. Так, тут у нас есть Фрэнки, кстати, опять. Это чё он тут делает? Здравствуйте. Это знаешь, чё мне напоминает? Напоминает взлом Пойк Плайтайм 3. Там тоже такие приколюки были, только с Кэтнэпом. Да, он постоянно где-то ныкался, постоянно где-то он был плоский, постоянно где-то у него там чё-то, короче, было упорото. И здесь почти такая же история. Посмотри на этом Фрэнки. Ну, да. Ну, короче, ладно, будем видеть Фрэнки, будем лезть к нему. Ой-ой-ой, под лаги пошли. Ну, прогрузка локации, это нормально. Здесь что такое? Почему вот тут какие-то непонятные штуки? Это лифт. А, всё, я понял. Здесь тоже была игрушка в игровом, блин, автомате. Вот, точнее, в торговом. Как я должен был это заметить, я не знаю. Тут, кстати, есть второй этаж. Стеклянные эти вот... Ну, я хотел пролететь, но, получается, всё исчезает, когда я залетаю сюда. Пальмы сквозь текстуры торчат. Ну, это нормально. Абсолютно. Коробка с хлопьями, то есть гигантская. Внутри у нас коробки ничего не находится. Я думал, там, может, хлопья будут. Так, вот тут заяц непонятный. Эээ, типа, обними меня, написано. Всякие рисунки детские. Блин, ну это интересно, конечно. А внутри нет ничего. Ну, внутри как будто можно было бы заходить, только зачем? Непонятно. Ладно, идём дальше. Надо найти что-то реально интересное. Мы уже нашли много, на самом деле, чего интересного. Можно было уже кастбендом заканчивать взлом. Но мы же не взломали полностью всю локацию. А нам нужно взломать полностью всю локацию. Это же логично, это логично. Так это что за локация? О, а это, короче, да, это проход, где мы прыгали из канализации. Вот в канализации-то было бы интересно посмотреть, что же там есть такого. Потому что мы её толком не видели из-за того, что там было очень-очень темно. Но сейчас, благодаря взлому, благодаря включённому освещению, мы спокойно сможем посмотреть, что же мы упустили в этой канализации. И было ли там что-то реально интересное. Давайте глянем. Короче, здесь сверху у нас сидел, по-моему, Фрэнки. О, вау. Ты не должен быть здесь. Секретный плакат. Вот это уже интересно. Это же... Ну, много-много-много секретов, ребят, сразу говорю. Здесь. О-па, какие люди. Вот и Фрэнки. Это он тянул свои ручонки вниз и пытался нас поймать. Это я помню, да. Собственно, он тут и висит. Вся моделька, кстати. Я думал, почему-то только руки будут, но вся моделька на месте. Здесь у нас под водой можно тоже полетать. Кстати, тут мы брали, по-моему, фигурку. И она всё равно тут стоит. Я не знаю, как это работает. Мы её собирали. Я, по-моему, помню, мы её собирали. Здесь написано, ну да, трамплины, водные горки. И, интересно, тут дверь есть, которая ведёт в никуда. Но тут у нас была ещё одна, как будто бы локация, куда я хотел попасть. Но попасть сюда было нельзя. Вот сюда. Что же здесь? Есть просто трубы и забор. Просто трубы и забор. И, в принципе, это ничего-то интересного-то и нету здесь, ребят. Поэтому мы особо ничего с вами не упустили, не пропустили. Это хорошо. А здесь у нас почему-то люк. То есть мы же падали. Интересно. Я думал, там просто будет обрыв. Так, ну что, трамплин и водные горки, ребят. Трамплин и водные горки. На трамплинах мы уже были, а вот на водных горках, по-моему, нет. Куда же едет у нас лифт? Вверх или вниз? Вот сейчас хрен его по миру сбери. Мне кажется, он едет вверх. Это похоже на водные горки? Это похоже на трамплина. Подожди, а где водные горки? А, вот и водные горки. Я слышу этот звук аквапарка. Блин, как же хочется в аквапарк отдохнуть, почилить. А у меня ещё и нога болит, капец. Поэтому мне явно не до аквапарка. Но если кому-то из вас похоже... Вот-вот-вот, прямо сейчас ты бы хотел сгонять в аквапарк. Поставь лайк, если да. Посмотрим, сколько у нас. Я бы хотел всё, даже с ногой, с такой, я бы там просто в джакузи полежал, почилил, покупал себе басики и нормально. Так, у нас здесь был Заяц, я помню. И вроде бы в аквапарке-то ничего интересного-то и не было, кроме вот этих топорылых горок. А вот и Заяц стоит, снимает нас на камеру. Да посмотри. Ведёт свои съёмки скрытые. Ты чё, офигел, Заяц? Камеру вырубай нафиг. Ну, всё понятно. У нас ещё много локаций. Я так понимаю, всем это обойти не сможем, по сути. А вот локация с телефоном. Ну, потому что всё-таки игра большая, и за один взлом её не взломать полностью. Но я думаю, что нет смысла её взламывать полностью. Мы и так, в принципе, всё посмотрели. То есть, по сути, у нас есть персонажи за... Крыса? Серьёзно? Мы нашли крысу за текстурами? Как это, блин, работает? Зачем ты тут сидишь вообще, оно умывается? Ёлки-палки. Всё, теперь я обязан написать, какие у вас дома домашние животные. У кого кот, у кого собака, у кого крыса, у кого хомяк, у кого ящерица, а у кого-то, возможно, даже муравьиная ферма. Пойдём, пишите в комменты. Так, а... Это что такое? Как будто какая-то странная локация, я из неё как бы и вылетел. А, это типа я захожу... А, это побег от Фрэнки, я вспомнил. Это побег от... Да, побег от Фрэнки. Вот эта труба меня, конечно, бесила жёстко. Ну да ладно. Но мы практически в самом начале уже, да? Практически, друзья, мы в самом начале. Вот здесь будет сейчас Фрэнки. Где он, кстати? Где этот чёрт? А его здесь нет почему-то. Хотя он должен быть здесь. Типа он здесь появляется. Ну, окей, возможно, он будет за... Опа! Да в смысле? Он реально вездесущий, ты посмотри. Я-то уже какой заяц по счёту? Десятый? Он реально за нами слежку ведёт какую-то ненормальную. Слышишь, ты... Ты прекращаешь... А я вообще его не замечал, если честно. Я реально его не замечал вот эти вот приколы. Что он стоит где-то, постоянно так темно было в игре, поэтому не видно. О-о-о-о! Фрэнки в позе Ти! Вот это, конечно, мы должны были найти, ребята. Вы посмотрите, Фрэнки в Ти-позе, это, конечно, да. У него ещё волосня торчит. Ты посмотри, я даже как-то не обращал внимания. Это то ли перья, то ли волосня, то ли что это. У него что, пух в голове торчит или что? Непонятно очень сильно. Можно в руку к нему залезть и стать... И быть съеденным Фрэнки. Смотрите, меня съел Фрэнки. Вот что теперь делать? Что теперь делать? Ставить лайк, чтобы он у меня выпрыгнул. Вот и всё. Ну, вот смотрите, это, получается, уже почти самое начало игры. Вот эта комната, эта комната с уткой. Ну, к утке я не хочу идти, потому что, в принципе, там делать-то нечего особо. Так, идём назад. Я сейчас где полетаю, там полетаю. Вы уж не обессудьте. Как бы всё взламывать, это, конечно, прикольно. Вот тут должен быть телефон. А его и нету. Пропал куда-то. Но, как бы, тут такая игра, видите. Тут, эээ... Она, во-первых, не всем зашла. Что очень печально. А, во-вторых, игра большая. И просто, если даже я сделаю второе взлом... Опа! Пустая комната. Сделаю второе взлом, то мы будем взять подниму тем же местам. Поэтому смысла в этом никакого я не вижу. Вот это уж прикольно. Кстати, вот в эти двери. Мне звони написано. Да я и не звонил тебе, чувак? Да, тут, смотри, плюшевые игрушки телефона. Офигеть. А здесь... А здесь... Да ладно. Тип проход в вентиляцию. Интересно, что эта дверь закрыта всегда была. А вот эта... Ага, здесь уже всё. Так, там опять кто-то стоит. Я не понял, кто это. Да ты гонишь! Он и тут стоял! Я не помню такого. Но я же был здесь. А, ну я смотрел туда, а он стоял справа. Ты посмотри на черта этого. Он реально, он стоял, он следил за мной. Почти всю игру. Почти всю игру он за мной следил. И видел все мои движения. Видел все мои прыжки. Гениальные, шедевральные. Все погони он видел. Но я понял его, да. Так, вот это, кстати, у него нос пикает. Ну и вот мы и добрались до самого начала, ребятки. До самого начала игры. Кстати, пацаны все на месте. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Встали по росту, смотри. Почему реально один маленький, второй побольше и третий самый большой? Такого не было, по-моему, нет? Это какая-то странная фигня, ненормальная. Аномалия называется. Так, ну и получается все. Я лечу сюда. Вот мой костюм. Какого-то плаката, кстати, нет. Наверное, плакат от того самого Зайца. Который, типа, якобы добрый. Я думаю, что в этом-то вся фишка. Ну и все, получается, да. Это что-то комната такая? Подождите, я сейчас запутался. А, это обучающая комната для паркура. Все, я понял. Ну и получается, да. Это как бы оно все в круговую сделано. Карта, я имею в виду, сделана в круговую. И вот, вот он финал уже с той стороны. Ну, в целом, что я могу сказать. Это одна огромная бесшовная карта. Я не думаю, что мы нашли с вами все секреты. Но основные, я думаю, что мы нашли. Поэтому, в принципе, на этом видосик по взломам можно и заканчивать. Ну что, друзья, надеюсь, этот взлом вам понравился и лайк вы уже поставили. А мы будем взламывать следующие игры. Увидимся в новых сериях. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok